Это солнечное пространство принадлежит трём творческим женщинам. Одна занимается свечеварением, другая изготавливает натуральную косметику. А Екатерина Геннеберг – мастер по изделиям из искусственной кожи. Занимается этим более пяти лет. Как и у многих, начиналось всё просто с хобби. Пока была в декретном отпуске, для дочери решила сделать бэйби-бук. В сентябре 2018 года я прошла курсы по изготовлению папочек для документов, альбомов детских. Муж подарил мне машинку швейную, научил меня ей пользоваться. И я начала изготавливать изделия для своих родных и близких. Современный кожзам переплётный и довольно долговечный. Но опять же, многое зависит от структуры. Более износостойкие, глянцевые, менее матовые. Изделие с постоянным использованием может прослужить и полгода, и год. Прелесть этого материала в дешевизне. Цена позволяет менять вещи чаще. Даже если, например, в моду просто вышел новый цвет. К слову сказать, палитра у Екатерины обширная. Более 250 разных цветов и даже текстур. Рынок в этом плане. Сейчас даже китайские переплётные есть. Вот эти вот, например, китайские. Он ничем не уступает Италии, которые я в основном раньше пользовалась. Это люксовый, это премиум кожзам. Поэтому я говорю, что цена на него, в принципе, не такая низкая. Заказы сейчас крупные, оптовые. В основном из Москвы и Санкт-Петербурга. Но есть и частные. Кстати, большая часть покупателей – мастера по изготовлению кукол. Как говорит сама Екатерина, времени уже не хватает. Поэтому на Новый год брать заказы она, скорее всего, не будет. В планах, конечно, начать обучение своему ремеслу на более профессиональном уровне. Но пока это только на стадии идеи. Минимальный набор, который нужен для того, чтобы создать какое-то изделие – это коврик специальный, который не прорезается. Канцелярский нож, карандаш, дополнительный скруглитель угла, клей и, конечно, кожзам. Сегодня мы будем делать обложку на паспорт. Изготовить самую обычную мягкую обложку на паспорт – дело достаточно простое. Отмерить нужные размеры для будущего изделия, скруглить углы, обязательно склеить и затем прошить. Главное, чтобы все детали сходились ровно. Процесс практически закончен. Осталось только прошить обложку. Ну, я оставлю это за кадром. Секретик, да, прошивание прямых строчек. Если вы хотите, можете прийти сюда к нам на мастер-класс. Я вас научу. Следующий этап для мастерицы – перейти из самозанятой в индивидуальные предприниматели. И начать чаще проводить мастер-классы. Один будет уже совсем скоро, через месяц, посвященный Дню матери. Полина Матовникова, Николай Иванов, Данил Лычко. Область новостей.